Аллилуйя, Аллилуйя Проводил семинар, проповедовал в церквях, в репцентрах, делился Словом Божьим. Спасибо всем огромное, вам, всем святым, верующим разных конфессий, разных динаминаций, всем любящим Господа. Спасибо вам за молитвы, ваши за поддержку, молитвенную, финансовую, материальную поддержку моего служения, участие в моем служении Господу и молитвами финансовыми, слава Богу. Благодаря вашему участию, дело Божье, что касается именно реформаторского движения, развивается, распространяется, слава Богу. Дружусь по всей России, по всей Украине, ну вот, и другим странам бывшего Советского Союза, слава Богу. Так что, друзья, Аллилуйя, слава Богу. Да, вот, 7 утра по киевскому времени. Я в 6 утра подключаюсь, но сегодня не смог, сегодня приехал утром, рано в 5 утра, но метро только в 5.45. Вот, на вокзале открылось. Вот, так что, да, да, слава Богу, здесь сообщники-то приходят уже, но потом почитаю, фейсбук, мессенджер. Да, то, что не смогу сейчас прочесть, но пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, братья, сестры. Сегодня совершаю хлебоприлобление, причастие, Евхаристию, здесь, в Киеве, слава Богу, в нашей Киевской архипископии. Вот, в Кривом Роге было хорошо, слава Богу, а в Киеве вообще-вообще хорошо, еще-еще лучше. Вот, надеюсь на сейчас, сегодня, вообще в эти дни встречи будут. Да, если в Киеве будете вы в воскресенье в это, в ближайшее, да, то приходите на служение, потому что я планирую быть, значит, у нас на служении на Кловской, 1-го майского 6, то есть, ну, где обычно проводится у нас служение в воскресенье. Отец Алексей Прошак, наш благочинный шадо драгоценное. Шалом, да, Светлана, шалом, шалом. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. Алле-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю- Сейчас открываю здесь из Писания. А я хочу прочесть вообще из Ванглитана. Я прочту лучше, прорвать суд лучше. Бумажный вариант. А, вот, как раз, да. Такой обед у них здесь. Иисус приготовил там. Когда же они вышли на землю, 21 глава, сейчас читаю. 21 глава, значит, Евангелие от Иоанна. Девятый стих здесь такой очень живописный, очень колоритный. Мне так нравится. Я думаю, что, вот, как у художника у меня сразу такие картинки, такой образ такой интересный возникает. Вот, и Бог даст, хотел бы такую картину нарисовать как раз, написать, даже написать красками, да. Вот, по этому девятому стиху. Когда же вышли на землю, ну, с лодки они уже, да, приплыли уже, вышли на землю, вот. То написано, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Вот, то есть, Иисус там готовил им фишмак такой. Рыбку поджаривал и хлебушек там поджаривал. Вот, да. На природе хотел бы и так с Иисусом тоже вот так вот посидеть и поесть. Его приготовление рыбку, вот. Он поймал рыбку, вот, и... Может, удочка, может, так просто, оп, как, что-то творит же, знаете ли. Одним словом, поймал рыбку, вот, и поджарил ее так, вот. По старому еврейскому рецепту, наверное, он любил как раз с медом рыбку. Остренькая рыбка с медом. Это вкус старой, древней еврейской кухни. А когда Иисус воскрес, там написано, интересно, тоже, он... Когда они еще не верили, что это он, то он сказал, у вас есть что-то поесть. И ему дали вот меда сотового и рыбы. И вот он поел рыбу с медом тоже, вот, как бы это... Я думаю, Иисус любил как раз рыбку с медом-то. Вот, и они поняли сразу, это учитель. Это его вкус, это его предпочтение и это его аппетит. Вот, они точно поняли, это уже не призрак. Призрак, дух этот плоти и кости не имел бы. Приветствую на Киевской земле. Ольга пишет, да. Слава Богу, да благостыдь вас и вас и нас всех, Господь. Аминь, аминь, Ольга, слава Богу. Спасибо, сестра, огромное спасибо, спасибо, спасибо. Огромное спасибо. Вот, на самом деле, очень рад быть в Киеве. Как-то прям, не знаю, прям с утра. Такое восторженное. В 4 утра нас стали будить, значит, в вагоне. Потому что в 5 утра поезд прибывает, ну, без 2 минут 5. Получается, 4.58, да, прибытие с Кривого Рога. 76-й поезд, я приехал с 76-м поездом. Вот, и, значит, да. И уже вот за час до прибытия, уже, ну, уже рядом с Киевом, уже сердце так волнение, в таком трепетном молитве. Спасибо Господу за все, спасибо, Боже всемогущий, спасибо, 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 спасибо. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за все. Вот, и сегодня тоже прогулялся уже утром от станции метро, значит, Лисова, вот, значит, по парку Киота. Тоже трансляцию делал такую там по дороге, посмотрите, кто не смотрел еще. Вот, благоставлял Японию, японский народ, город Киота, слава Богу. А на Ипачи, конечно же, вот, Киев, Украину благоставляю, слава Богу. Сегодня совершаю хлебопреломление, приготовьте себе тоже, совершите сейчас такую проскомедию. Я совершил ее уже, уже приготовил, значит, у меня плод виноградной лозы, у меня сок виноградный, значит, виноградника с Криворожского, да, с Кривого Рога. Там как раз благоставили меня. И у меня Криворожский хлеб еще, вот, я взял с собой, я решил взять с собой хлеб, вот, преломлю хлеб, тем более утром у меня здесь нет хлеба, вообще ничего. Вот, я как раз взял с собой хлебушек, вот, и как раз и поесть, ну, и вот, в первую очередь, конечно, хлебопреломление совершить, причастие Евхаристию. Так что у меня сегодня причастие здесь, в Киеве, но Криворожским и соком виноградом, и хлебушком Криворожским. Аллилуйя. Да, и вот, когда вышли ученики с лодки, вот это зрелище, конечно, я прям, ой, как художник, я просто прям в восторге. Вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. Рыбу и хлебушек жарил Господь Иисус, да, для своих учеников. Ну, и сам, конечно, поел-то, ну, и учеников накормил. Молодец, он, ну, вот он, вот что есть, то есть. Он не только о себе заботится, каждый не только о себе заботится, но и об окружающих, да, ближних. Вот он не только о себе заботился, не только о себе там пожарил хлебушка, вот, и рыбку, вот, но и ученикам, потом они ж ели, это ж. Вот, но я сейчас не о том, а хочу прочесть чуть попозже, давайте. Вот, да, и в девяностом стихе он говорит им, он не сказал, что это только для меня, извините, я только себе пожарил, вы как хотите, вообще сами жарите что-то. Нет, он сказал, говорит им, придите, обедайте, вот, то есть, идите, кушайте, 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 друзья. И вот в пятнадцатом стихе, то есть, он заботился о других, да, в пятнадцатом стихе написано, когда же они обедали, то есть, они кушали, они не стали там, как бы, так вот, да нет, нет, Иисус, спасибо, мы, как бы, завтракали, не, не, они сели, люди не гордые, верующие, слава Богу, шалом всем с Кирова, на Вятке, да, Петр, брат, аллилуйя. Вот, как раз, про Петра здесь читаю, про тезку вашего. Когда же они обедали, Симон говорит, Симону, Иисус говорит Симону, Петру, Симон Ионин, Шимон, да, Ионович, любишь ли ты меня больше, нежели они? Вот вопрос интересный. Я думаю, каждому из нас задает вопрос, Господь, любишь ли ты меня больше, нежели, вот, они, все, окружающие тебя люди, нежели церковь, нежели, вот, все-все. Я думаю, Господу это очень важно, потому что понимать, что, да, Господь любит всех, это, это хорошо, я вчера говорил об этом на служении, кто подключался онлайн, те слышали, да, кто не подключался, посмотрите, пожалуйста, не поленитесь, не пожалеете, вот, перед причастием я слово вчера говорил, утреннее служение, утреннее собрание вчерашнее, там на Ютубе, здесь на канале, значит, сохранилось и после обеда, которое было служение, трансляцию и утреннее служение, утреннее в 10 утра, получается, да, значит, а то в 15.00. Там немного разные темы, и вот, которая утренняя, там я как раз говорил, слово, ну, в основном, все как раз вот хлебопреломлению, как бы шло к этому, как бы, вот, я в этом ключе решил говорить, потому что, ну, понял, что надо говорить именно об этом, и это актуально, вот, и как раз вот о том, что, понимание, что Иисус Христос, Господь, Бог, Спаситель, Целитель, наш общий всех, да, всех, всех нас, это хорошо, но это полуправда, полуправда бывает хуже, чем ложь откровенная, это не спасительно, на самом деле, это не спасает, можно-то всю жизнь верить и знать, и, ну, не солоно хлебавши, как с гуся вода, мертвое христианство. На самом деле, ну, а что мне с того, ну, он любит всех, ну, ну, и хорошо, как в Москве там проповедовали как-то, давно еще, в конце 90-х получается, да, 98-99 где-то, на Филиппа, по-моему, там была евангелизация, я приезжал, пастор там был, был тогда Александр Дзюба, он сейчас был, он потом вернулся в Киев, да, вот, и была евангелизация там, как раз предпасхальная, предпасхальная, пасхальная, а потом пасхальное служение было прямо на улице, кстати, запись есть тоже на Ютубе, сохранилась, интересно, вот, залил я эту запись тоже в интернет, вот, и, знаете, там одна женщина тоже, где-то недалеко от метро там было дело, раздавали трактаты всякие, вот, и говорит, что вот Христос воскрес, она, ну, слава Богу, ну, дай Бог ему здоровья, говорит, а я при чем здесь, как бы, как-то так вот она вот, я не помню дословно, но что-то такое вот, ну, как бы, дай Бог ему здоровья, как бы, а я при чем здесь, вот, и, в общем, так метро пошла, вот, и на самом деле, вот, в принципе, человек религиозный, да, гоморолигары, человек религиозный, вот, ну, ну, и что с того, что он любит всех, да, ну, хорошо, ну, дай Бог ему здоровья, хорошо, дай Бог всем нам здоровья, но это не спасительно, а вот спасительно то, что я начинаю понимать, вот, когда приходит спасение в мою жизнь, так как верующего человека, да, что когда начинаю понимать и принимать это в своем сердце, что Иисус Христос, Он лично мой Господь, Спаситель, Целитель, Освободитель, когда Он лично мой Искупитель, вот это уже другое христианство совсем, это уже не мертвое христианство, это уже не номинальное христианство, это уже реальное, это уже настоящее, правдочное, это не понарошку уже, это по-правдочному уже христианство, да, Да, слава тебе, Господь, вот, и здесь тоже тема, Господь тоже хочет от нас слышать, не просто вот мы любим тебя, Господь, да, молимся тебе, мы любим тебя, это хорошо, но любишь ли ты больше, нежели все, любишь ли ты? Ну, может, ты подумаешь, ну, кто-то, может, любит больше меня, кто-то меньше, не знаю, кто-то больше, наверняка там кто-то больше любит, не, вот, не, не, именно вот ты любишь меня больше, нежели они, а ты скажешь, ну, там есть наверняка какие-то там, ну, был Билли Грэм, допустим, да, вот уже покойный уже, вот, Царство Небесное, да, уже ушел уже к Богу, вот, есть там, ну, современные какие-то там такие известные проповедники, такие там евангелисты там, ты наверняка подумаешь, ну, наверняка эти люди, они больше, моего любит, вот, Господа. А Господь тебе скажет то же самое, что Петру-то. Не-не-не-не, не так. Любишь ли ты меня больше, нежели вот все, все вот эти вот другие люди, какие бы то они великие не были, эти проповедники, там, евангелисты, миссионеры, служители. Любишь ли ты меня больше, нежели они? И этот вопрос, он Господь каждому адресует, и каждому по-настоящему, если не по-нарошку, а по-правдушному, если верующий человек, то каждому Господь это адресует. Это очень важно понимать, потому что без этого понимания вообще ничего нету. Ничего. Без этого мертвячина. И от ответа на этот вопрос зависит вообще, ну, что дальше в твоей судьбе. Вот. Живое христианство по-правдушному, не по-нарошку, это тогда, когда ты говоришь, да, я люблю тебя больше всех. Я люблю тебя больше всех, Господь. Да. Ты знаешь, я люблю тебя. Ты знаешь все. Я люблю тебя. И в причастии, причастие это акт любви. Причастие не может совершать человек, если не любит Господа. Кто не любит Господа? Иисуса Христа. Анафема написано. Анафема. Анафема. То есть человек еще находится под проклятием. Как бы он верующим не был, трижды, семижды верующими, из семьи верующих, сам лично верующий, библию наизусть знающий, всю жизнь, десятилетиями в церковь ходящий, в группе прославления поющий, в хору поющий, или проповедующий, евангелизирующий, там, десятилетиями, пастерствующий, там, епископ, там, архиепископ, там, хоть по-римски, хоть патриарх российский, да кто угодно вообще. Вот. Дело-то не в том совершенно, абсолютно не в том. Вот. Перерождает нас именно любовь, ничто другое. Именно любовь, только любовь. Все. Благодарю тебя, Господь, за твой любовь. Я люблю тебя больше всех. Господь, я люблю тебя больше всех. Больше их. Больше всех. И потому я дерзаю брать, Господь, чашу и хлеб. Ты знаешь все. Ты знаешь все, Господь. Ты знаешь, я люблю тебя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо за жизнь. Спасибо. Спасибо, Господь. Ты заботишься не только о себе, о нас. И накрываешь стол, трапезу великую Спасибо тебе Спасибо тебе за твою угощенницу Спасибо Боже, твоя трапеза Это не только Это ты сам Это ты сам Погружающийся в наше естество В мое естество, как верующего человека А я погружающийся в тебя Есть удовлетворение твоей жажды А ты погружающийся в меня Есть удовлетворение моей жажды Я твое счастье А ты мое счастье Я твоя любовь Ты моя любовь Спасибо тебе, Господь Спасибо, спасибо тебе, Господь Спасибо, спасибо За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За воскресенье твое За победу твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Благодарю Благодарю Тебя, Отец Бог мой, Царь мой Иегова, Бог Авраам и Исаак Израиля Благодарю Тебя, Иисус Христос Спаситель мой Целитель мой Освободитель мой Господь мой Брат мой Друг мой Царь царей Господь Господствующий Благодарю О, Дух Святой О, Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель мой За все я благодарю Я тебя, мой Царь, люблю Я тебя, Господь, люблю И тебя за все, за все Благодарю Я тебя, мой Бог, люблю И тебя благодарю Аллилуйя Аминь И вот Петр Пишет здесь, да Совершает причастие Мы возвещаем смерть Господня Доколе Он придет Аминь Доколе Он не вернется Мы это делаем И как раз вот На служении вчерашнем Я утром говорил О том, что это такое Возвещать смерть Господню Вот Это действительно Понимать и погружаться В это понимание Что кровью Иисуса Христа Я спасен Совершенно спасен Абсолютно спасен На 101% То есть без всякого сомнения Я спасен Богом Я прощен На все 100% 101% Можно так напишите даже 101% Я на все 101% Я действительно На все 100% И даже еще больше, чем 100% Я прощен Абсолютно То, что было То, что есть То, что будет Я живу во временном измерении Конечно, да Мне это чудно все Мне это непонятно Я смиряюсь с тем Что мне это чудно И я это не смогу понять Мне это чудно И я смогу только лишь В вечности это все понять Да и вечности не хватит Наверное Чтобы все это уразуметь Просто эту тайну Агнца От века закланного Как это? Почему? Зачем? Как это здесь произошло? Мы не знаем Вечности поймем Уразумеем Но в нашем земном измерении В нашем реальном этом мире Не таком реальном Как, конечно, Божий мир Реальный Более реальный мир Но тоже реальном И тоже хорошем Очень мире Тварном мире Где временное измерение Время само Это тоже творение Бога Оно имет начало И будет иметь конец Но мы из вечности И в вечность Дамы и господа Поэтому Да, не забываем об этом Мы все внесем Осколок вечности Каждый человек Вот И эта расколотая вечность В нас Она собирается И когда мы возрождаемся Свыше Мы целостными становимся Целыми Вновь Да, значит Удивительно Сверхъестественно Спасибо Боже Всемогущий И я знаю Что да С позиции вечности Да Я полностью прощен Ангелы в шоке В недоумении Ну плохие в плохом шоке Хорошие в хорошем шоке Слава Богу Если я во грехе Я не во Христе А жизнь вечная Тоут Значит Кто во грехе Сейчас просто Примите жизнь вечную Просто примите жизнь вечную Просто согласитесь С Божьим планом спасения Примите Скажите Я принимаю Не парьтесь В грехе Не находитесь Да На самом деле Правда Мало ли Какие люди смотрят Разные же люди смотрят Да Правильное замечание Да На самом деле Вот Грех это Мимо цели Это значит Ну Ты просто еще Ну не солно хлебавший Поэтому прямо сейчас Да Вот налейте себе сок Возьмите хлебушка Или воды Если нету сока Воды возьмите Хлебушка Приготовьте Положите рядышком Значит И скажите Такие слова Скажите Я верю в тебя Бог мой Иисус Христос Ты мой спаситель Ты мой И я тебя люблю Больше всех Ты мой Исцелитель Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя Пусть весь мир Любит тебя А я люблю больше Всего этого мира Всех этих миллиардов людей Я твой Я навеки твой Или твоя Я всецело тебе принадлежу А ты мне всецело принадлежишь Лично мне Погружайся в мое сердце Иисус Царствуй во мне А я в тебе Ты во мне А я в тебе Спасибо тебе Господь И все Чик-чирик Вы в домике Вы уже не во грехе Вы уже во Христе Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Иисус Спасибо Иисус Вне Христа Это во грехе Во Христе это не в грехе уже, все, все, поэтому единственное, что стоит между двумя измерениями, быть в Божьем Царстве, в Царстве Света или в Царстве Тьмы, это Иисус Христос, все, вот Он водораздел, нет других путей, нет других спасителей, нет других врат вечности Божьей, сам Иисус Христос, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, спасибо. И возьмите хлебушек, возьмите сок у себя, вот, или же просто водички налейте, и скажите такие слова, Иисус Христос, Ты мой Спаситель, и я верю, Твоя кровь святая была пролита на Голгофе 2000 лет назад, но как будто бы вчера, как будто сейчас, сегодня, за меня, за мои грехи, Ты, Агнец Божий, от вечности закланный, каким-то образом в вечности ты заклан был, но 2000 лет назад, Господь, Твоя кровушка, она пролилась, на Голгофском Христе, и я принимаю, я принимаю эту жертву, скажите, я принимаю эту жертву, да, и все, я теперь не во грехе, я теперь не под проклятием, я теперь все, я теперь спасен, я теперь исцелен, я теперь благоставлен, я теперь во Христе, Скажите так Богу Даже если вы ни разу в жизни не молились еще Но сегодня сейчас помолились Просто кушайте хлебушек на здоровье Пейте этот сок И скажите, это тело Иисуса Христа Скажите, это тело Иисуса Христа А это кровушка Иисуса Христа Я знаю, что кровь его теперь во мне Его тело это я Я и Отец мой одно Аминь Кушайте на здоровье, ешьте, пейте Аминь 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 Аминь, спасибо Господь, спасибо Спасибо Я исцелен Прощен, благоставлен Спасибо 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 Спасибо, Господь, спасибо Чем могу воздать Мой Господь За все, что дал ты мне Мир И благодать Ох, свою любовь зажег ты, Господь Во тьме Спасибо тебе, Господь, спасибо Благодарю тебя, Господь За жизнь вечную Благодарю тебя За искупление За то, что твоя милость Обновилась, Господь Этим утром Ко мне Спасибо И ко всем нам Слава тебе, Господь Слава тебе, Господь Аминь 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 Рассуждайте, братья и сестры Рассуждайте Доколь он придет Мы рассуждаем О теле и крови Христа Каким образом рассуждаю Что Благодатью я спасен Кровью Иисуса Христа Я искуплен Милостью Божьей я прощен Я исцелен Освобожден Кровью Иисуса Христа Моего Спасителя Я и Отец одно Я и Отец одно Я и Отец одно Аллилуйя О, в моих жилах Твоя кровь течет Я плоть от плоть От твоей, Господь Кость от кости Спасибо тебе, Господь Святой Спасибо О, Аллилуйя Спасибо Господь мой Живешь ты во мне Спасибо За то, что Живешь ты во мне Спасибо За то, что Живешь ты во мне Иисус Спаситель Мой Я буду в радости Славить тебя Заблагодарить За любовь твою За руку по путям Своим Веди меня Я буду в радости Славить тебя Спасибо Спасибо за то, что Живешь ты во мне Спасибо Спасибо за то, что Живешь ты во мне Иисус Спаситель Я буду в радость Я буду в радости Славить тебя Благодарить Благодарить за любовь За любовь твою Иисус 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 Спаситель Мой Аллилуйя Аллилуйя Аминь 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 Аллилуйя 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 Здесь уже какой-то спам Пошел уже Кто-то Люди разные Присоединяются Какой-то Владимир Пишет здесь 10 уе За регистрацию Ой Короче Я не знаю Это Кстати А можно это как-то Убрать Или нет Не знаю Потому что Такие вещи Это Ну Вообще Печально Что конечно Так вот люди Заходят к христианам И пишут такие А вот значит Петр пишет Да А если я будучи христианином Согрешу Пишет Да Тогда сказано Мы имеем ходатай Иисуса Христа Праведника Не на грех взирается Брат Петр И все там Вот А Владимиру этому Галиев Что ли Да Галиев Который уе Предлагает И до ста уе Предлагает И прочим Аферистам Желаю покаяться Желаю покаяться От всего сердца И Дьявол Отец Фейка Фейка И лжи Отец лжи Дьявол Отец лжи Вот И Поэтому такие вот вещи Такие Это конечно Бесовские Кто Вот подобное Делает Рассылки Спама Фейки Это все Дети дьявола Сами того Не подозревая Люди Ну Раскрывают Свою сущность Вот Поэтому Хотя бывает Допустим Что-то страницу Там захватят Вот И с нее Всякие там Шлют Гадость Но Опять-таки Кто захватывает И кто этим занимается Вот тут как раз Конкретно Детё дьявола Детё тьмы Вот И всем детям дьявола Лишь Детям тьмы Лишь одно Могу сказать Покайтесь Веруйте В Господа Зачем вам Оно вам надо Зачем умирать Зачем погибать Вот Живите Примите спасение В Иисусе Христе Примите Жизнь вечную Вот Есть Пока человек живёт На земле Действительно Есть шанс Принять эту Благодать Спасительную Христа Иисуса Жизнь вечную Сидеть во тьме Хоть миллион уе Хоть миллиард Сейчас уе Дай им Вот этому Владимиру Галиеву И что Разве этот миллиард Уе Сделает его счастливым Думаете Нет Нет Такой же будет Несчастный человек Но Спасение Даётся не за миллиард Или триллиард Там уе Или десять уе Там пишут Сто уе А за Действительно Ни за что Как говорится Просто за красивые глазки Просто За так Просто за так Потому что Господь Он заплатил своей ценой Кровью святой своей Вот Даже такие товарищи Заходят Оказывается Вот так вот Так что Ну Молюсь Господь Помилуй всех аферистов этих Помилуй Владимира Галиева Или кто от него Там пишет Эти гадости И всех прочих Помилуй Во имя Иисуса Христа Аминь Да Благоставляю всех вас Во имя Господня Во имя Христа Благоставляю Вот Благоставляю свою семью Сейчас Благоставляю Значит Супругу Детишек Внуков Котов Всех наших Благоставляю Во имя Господня Вас благоставляю Ваши дома Родных Ближних Вот Вот И Во имя Господня Благоставляю Да Благоставит Тебя Господь И сохранит Тебя Да Призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлёв Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир Всем вам И благодать Да умножится Так что Дамы и господа Сегодня вечерком В 6 часов вечера Подключайтесь Вот И Утром Тоже Подключайтесь В 6 утра Значит На трансляцию С утренней молитвы Чтение слова Сделаем Вот Молитву Служение Такое Такое Прямо В эфире Прямо Пусть Бог Благоставит вас Остается уже Немного времени До Пасхи Вот Поэтому Сегодняшний вечер Как раз Он будет У меня посвящен Эфир Сегодняшний Вечерний Будет посвящен Как раз Пасхе Приближающемуся Празднику Господнему Божьему празднику Пусть Господь Благоставит вас всех Все С Богом До встречи И на земле И до небесах Я буду в радости